Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Запрет массовых мероприятий, санитарная обработка торговых центров. В Самаре приняты беспрецедентные меры по профилактике коронавируса, гриппа и ОРВИ. Место для прогулок вместо свалки появится в Самарском районе. Об этом на личном приеме жители попросили главу Самары Елену Лапушкину. 850 магазинов, владельцы которых любят рисковать. В Самаре переносят торговые точки, расположенные в охранных зонах теплотрасс. В Самарской области введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства. Запрет будет действовать до 11 апреля. Работодатели теперь обязаны измерять температуру тела работников и отправлять домой тех, у кого она повышена. Также работодатель должен по возможности создать сотрудникам условия для работы на дому. Минздраву Самарской области поручено обеспечить возможность получения самарцами больничных дистанционно, без посещения поликлиник. И лечить дома больных с лихорадкой и респираторными симптомами, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом и пациентов старше 60 лет. В Тольятти меры безопасности еще жестче. Там запретили проводить мероприятия, в которых участвует более 50 человек. Такое распоряжение подписал глава города Сергей Анташев. Запрет будет действовать до 11 апреля. Спортивные и культурные мероприятия полностью под запретом. По последней информации Роспотребнадзора, 5 человек больны коронавирусной инфекцией в Самарской области. Один из них живет в Самаре, он вернулся из Португалии. Кроме того, заразился еще один тольяттинец, все от того же путешественника из Испании. Сейчас состояние всех пациентов удовлетворительное. На карантине дома после прибытия из неблагополучных мест в Самарской области находятся около 400 человек. Эти данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. В Минздраве также подчеркнули, что с начала года под наблюдением были 900 человек. Все они здоровы. 1053 койки для больных коронавирусом готовы в Самарской области. При необходимости переквалифицировать будут другие минучреждения. В больнице Середавина работает мобильная бригада, которая готова выехать в любой район города. Также в том случае, если больных будет больше, кроме врачей, к работе планируют привлечь студентов ординатуры. Горячая линия по коронавирусу работает в Самарской области. На нее обязаны позвонить все, кто вернулся из-за границы, с районов, неблагополучных по вирусу. Если же вы почувствовали симптомы, необходимо обратиться к врачу и вызвать его на дом. Номера телефонов вы видите на экране. С сегодняшнего дня в Самарской области для посещения закрыты все музеи, концертные залы, театры и даже зоопарк. Такой приказ создало региональное министерство культуры вслед за своими федеральными коллегами. Главная причина – угроза распространения респираторно-вирусных инфекций, в том числе и нового коронавируса. Однако музеи не прекращают свою работу, а лишь переходят на дистанционный формат. Областной художественный музей, например, запускает новый виртуальный проект. Каждый день сотрудники будут рассказывать о картинах из своего уникального музейного фонда. Все мы иногда болеем, к сожалению, музей некоторое время будет закрыт, но это не значит, что мы не будем работать. Мы для вас в соцсетях подготовили интереснейшие программы. Это будут и экскурсии, и рассказы о нашей коллекции, и очень-очень интересные факты о многих наших предметах. Так что мы с вами не прощаемся и ждем вас в наш виртуальный музей. Мыть не только руки, но и помещения. В сезон вспышек ОРВИ в Самаре управляющие компании тщательнее стали убирать подъезды. Влажная уборка теперь ежедневно с дезинфицирующим средством. Мария Левина узнала, как наводят порядок в крутых ключах. В сезон респираторно-вирусных инфекций влажная уборка в квартирах, офисах и даже подъездах. Процедура обязательная. Елена Маркелова живет в крутых ключах вместе с ребенком-осматиком. Для нее чистота жизненно необходима. Помимо ежедневной уборки у себя дома она наводит порядок еще в трех домах микрорайона. В основном, вы представляете, ребенок спускается по лестнице. Он маленький, года два-три. Он цепляется, естественно, за поручни. Это все остается у них на руках. Некоторые жильцы заводят домашних животных, питомцев, собак. Это тоже еще добавочно как бы паразиты. Те же самые. Естественно, влажная уборка обязательная. Управляющая компания в крутых ключах обслуживает больше 300 домов. Это свыше 100 тысяч человек. За каждыми тремя домами закреплен ответственный человек, который проверяет, чтобы уборка проходила ежедневно и качественно. В период, когда вокруг много вирусов, жители могут обратиться в свою коммунальную организацию дистанционно, используя сайт из социальной сети. Изменен график работы с влажной уборкой, которая производится два раза в месяц. То есть она теперь проводится еженедельно и ежедневно обеспечивает санитарную обработку всех поверхностей, с которыми жители наши сталкиваются. Это перила, это ручки дверей, ну, специальными дезинфицирующими средствами. Специалисты уверяют, что при введении здорового образа жизни и частой уборке шанс заболеть минимальный. Наводить порядок, а именно проводить влажную уборку, необходимо каждый день. Но самое важное – это проветривание помещений. Его нужно делать ежечасно. По возможности ограничить общение с заболевшим человеком. В общественном транспорте носить маски, не вступать в разговоры, а по прибытии на место умываться и мыть руки с мылом. Маска помогает. Поскольку маска является барьером для органов дыхания, то есть мы дышим воздухом, то маска помогает. Особенно масочный режим вводится в местах массового посещения людей. Сегодня сложно найти медицинскую маску на прилавках. Из-за огромного спроса их раскупают мгновенно. Но ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно сложить бинт в четыре слоя. Как повязку, так и маску необходимо менять каждые два часа. Напомним, в Самарской области и Министерстве здравоохранения организована горячая линия для тех, кто заподозрил у себя симптомы инфекции. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Чтобы вирус не прошел, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, противоэпидемические меры приняты не только в торговых центрах, учебных заведениях. Контролируют состояние рабочих и на строительных площадках крупных объектов. Как организованная работа на стройке дворца «Спорт» узнала наша съемочная группа. Усиленный контроль повсеместно. Теперь на строительную площадку дворца «Спорта» работники попадают только после замера температуры. К усилению мер контроля рабочие относятся с пониманием. У всех семьи дома. Никто не хочет принести домой инфекцию. Ежедневно на строительной площадке трудится 130 человек. Со всеми работниками провели внеплановые инструктажи. Мы применили дополнительные меры по температурному контролю наших сотрудников при входе на строительные площадки. И провели с ними беседы по соблюдению личной и общественной гигиены на строительственной площадке и вне территории строительной площадки. Усилить меры профилактики на строительных площадках региона поручил губернатор Дмитрий Азаров. В связи с повышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. А также в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях. Сейчас строительство объекта идет по графику. Завершается возведение монолитного каркаса надземной части здания. Начали работы по кровле. Сдача масштабного объекта запланирована на 2021 год. Первые аккорды весенней уборки. В Самаре раньше срока стартовал месячник по благоустройству. Наводит порядок после зимы в Октябрьском районе. Как здесь готовиться к весне узнал наш корреспондент. Сотрудник управляющей компании Николай Бамбурин вместе с коллегами вышел на весеннюю уборку в одном из дворов на Советской Армии. Говорит, настроение отличное. Горы готов свернуть. В организации он работает 10 лет и всегда с радостью участвует в весенних месячниках по благоустройству. Ну, конечно, приятно жителям, чтобы после весеннего тайния навести порядок и чтобы в нашем поселке связи была чистота и порядок. В начале этого месяца губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов начать уборку территории раньше обычного из-за наступления ранней весны. Соответствующее постановление подписала и глава Самары Елена Лапушкина. Месячник по благоустройству в городе стартовал 16 марта. Присоединился к нему и Октябрьский район. Убирают улицы и муниципальные организации, и управляющие компании, и ТСЖ. Сейчас коммунальщики ворошат снег и подбирают мусор. Затем они будут обрезать сухие деревья и сажать новую зелень. Месячник важен для района, потому что это общая скоординированная деятельность, направленная на проведение в порядок окружающего ландшафта. Сейчас мы должны восстановить все, что за зиму пришло в ненадлежащее состояние. Это же лицо Самары. Поэтому я считаю, что надо все делать качественно, собирать, чтобы народ не жаловался. К месячнику могут присоединиться и местные жители. Для этого в Октябрьском районе созданы пункты выдачи инструментов для уборки. Их адреса можно узнать на сайте администрации. Елена Малютина, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Место для выгула собак или цветники. Жители Самарского района просят убрать свалку в районе 6-го причала и преобразить территорию. С такой инициативой они вышли главе города Елене Лапушкиной. Подробнее в нашем сюжете. Вывезти строительный мусор в районе 6-го причала. С такой просьбой жители Самарского района обратились к главе города Елене Лапушкиной. После сноса незаконного киоска образовалась свалка, убирать которую будет подрядная организация по муниципальному контракту. Его должны заключить до конца марта. На объезде Самарского района Елена Лапушкина побывала на проблемной площадке. Такое место-то знаковое, красивое очень. Могу вам сказать, что в апреле месяце весь строительный мусор будет вывезен. Там будет чистая ровная площадка. А по вопросу использования, ну, ждем прежде всего и от вас предложения, как бы вы хотели ее использовать. Будем советоваться и жителями, жителями Самарского района, может быть, какие-то другие подпредложения тоже. Еще один вопрос, с которым пришли жители на прием, касался восстановления ограждения и благоустройства детской площадки на Максима Горького, 107. Сюда на прогулку приводят детей с 144-го детского сада, так как у самого дошкольного учреждения своей площадки нет. Родители волнуются, оборудование в аварийном состоянии и требуют замены. Там даже отсутствует ограждение. То есть вот в одном месте там то ли самосад, то ли... Ну, я не знаю, по каким причинам, но вот вы не могли бы как-то поспособствовать. Заменить ограждение площадки планируют за счет средств районного бюджета. А для того, чтобы комплексно благоустроить всю территорию, жителям предложили поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды. Лариса Шлафаст, Мэри, Елчан, Григорий, Прешаков, Николай Епифанов. События. Владельцам незаконных построек, расположенных в охране зоны теплотрассы, стоит готовиться к переезду. В частности, торговые точки на расстоянии менее трех метров от трубы препятствуют проведению ремонтных работ и создают угрозу как для продавцов, так и для покупателей. Сотрудники предприятия тепловых сетей уведомили хозяев магазинов в Ленинском районе Самары о необходимости согласовать законность установленных павильонов. Вместе с ними в рейд отправился и Олег Зверев. Добрый день, тепловые сети. А вы в курсе, что ваш ларек стоит на тепловой сети, на тепловой трассе? Вопрос поверх продавца торговой точки в недоумении. По ее словам, с документами все в порядке. А о том, что киоск стоит в охранной зоне теплотрассы, она слышит впервые. У нас в смысле все делали это измерение, все, короче говоря, у нас все по идее, по документам нормально. Хотя и без документов невооруженным взглядом видно, что задняя стенка магазина упирается в теплотрассу. Сотрудник предприятия тепловых сетей показывает, где расположена труба. От этого трубопровода отапливаются 46 многоэтажных домов. По закону, ближе чем в трех метрах от теплотрассы располагать никакие строения нельзя. Владельца просят предоставить документы, подтверждающие право построить магазин именно здесь. Если их не окажется, торговую точку придется перенести. По городу Самаре более восьми сотен таких проблемных мест. Когда мы с этим сталкиваемся, решаем проблему с привлечением районных администраций. Если не находим понимание собственниками, город подключается, помогает по обеспечению доступа и своевременному ремонту. А этот киоск и вовсе стоит прямо на трубе, создавая дополнительное давление на теплотрассу, а значит и угрозу того, что все 46 домов могут остаться без отопления. У меня приехали тепловые сети и говорят, что мы стоим прямо на магистрале. И вот хотят, чтобы вы подъехали, и что типа нужно убирать киоск. Под этим газоном проходят две трубы теплотрассы, прямая и обратная. И видно, что киоск находится как раз на одной из труб. И здесь недавно проводили ремонтные работы в опасной близости от киоска. Но самый страшный может произойти в случае порыва. Тогда киоск вместе с продавцом и покупателями может оказаться в яме с кипящей водой. По какому праву были установлены эти киоски, еще предстоит выяснить. Документы хозяева торговых точек должны согласовать с ПТС. Олег Зверев, Максим Гусев, События. По мнению экспертов, Самара достойна почетного звания «Город трудовой доблести». Теперь важно, чтобы и жители города всенародно поддержали присвоение этого статуса, приняв участие в голосовании. Подвигов, которые совершили в годы войны жители тылового Куйбышева, немало. О людях, благодаря которым в рекордные сроки было налажено производство самого лучшего самолета Второй мировой войны, расскажет наш корреспондент. Сегодня такая высокая производительность воспринимается не иначе, как чудо. А в годы Великой Отечественной войны это было реальностью. 27 тысяч штурмовиков Ил-2 было собрано для фронта в тыловом Куйбышеве. Наладить производство удалось в рекордные сроки после эвакуации из Москвы государственного авиационного завода номер один. Еще в недостроенных цехах заводчане выпускали самолеты, которые стали лучшей летающей машиной Второй мировой войны. Всего лишь за 20 дней весь завод был перевезен в Куйбышев и приступил сначала к изготовлению истребителей МиГ-3, которые выпускались еще на московской площадке. А 23 декабря 1941 года пришла на завод известная телеграмма Сталина, где в очень твердой и жесткой форме требовалось выпускать больше Ил-2. Уже через два месяца с конвейера сходило до 200 самолетов в месяц, а к концу 1942 года заводчане стали собирать до 16 самолетов в сутки. Трудовой подвиг стал возможен благодаря самоотверженности людей. Бригада Фроси-Головенко вырабатывала до 1000% к норме в день. Комсомольцы с невиданным энтузиазмом взялись за поручения, зная, что от их работы зависит ситуация на фронте. Из поощрений в основном вещи и продукты. Высокие награды труженики получили уже по окончании войны. Среди отличившихся комсомольской бригады шлифовщика Бориса Сливкина и 14-летней фрезеровщица Тони Молодцова. Специалистов на фронт не брали, хотя многие из них просились добровольцами. На фронт с Кубышевского завода ушли 3000 человек. Их память сегодня особо чтят на предприятии. А к 75-летию Великой Победы будут открыты мемориальные таблички в их честь. Алексей Константинович Габрусев отмечен званием Герой Советского Союза. Василий Георгиевич Собенков – кавалер двух орденов славы. Виктор Дмитриевич Черняев – комсомолец-разведчик, посмертно награжден Орденом Красного Знамени. Историю мастера сборочного цеха Сергея Пушкина на заводе знают многие. Сергей Пушкин. Он работал в комсомольской фронтовой бригаде. И всегда, когда фотографировали самолет, который делала очередная бригада, например, он старался находиться на месте летчика. Почему? Потому что он очень хотел на этом самолете воевать. Но он не был летчиком, он был всего лишь слесарем-сборщиком. И у него в подчинении было несколько человек, он бригадиром был. Его на фронт он просился много раз, его не пускали, потому что у него была бронь. Но все-таки в 44-м году он добился того, что ушел на фронт. К сожалению, он с фронта не вернулся, но к авиации он имел прямое отношение, он был авиационным техником. А это копия знамени Государственного комитета обороны. Это высшее переходящее знамя в социалистическом соревновании во время войны. Впервые завод получил его в июле 42-го года, и впоследствии оно присуждалось предприятию 26 раз. По итогам апреля месяца 45-го года это знамя осталось на нашем предприятии. В 46-м году правительство приняло решение, что знамя Государственного комитета обороны остается на вечное хранение на нашем заводе. Каждый шестой самолет, который был на фронте, это был самолет, произведенный в Куйбышеве тогда. И работники, все предприятия, вот сейчас если пройти вот здесь по безземянке, все предприятия были наценены на то, что каждый что-то делал для победы. Но учитывая то, что мы еще были запасная столица, то, что много людей к нам приехало, всех разместили, всех накормили, устроили, приезжали же целые заводы, семьи со всеми. Самолеты, которые собрали в Куйбышеве во время войны, это одна из славных страниц истории, которых немало. В годы войны в городе разрабатывались технологии добычи и переработки нефти для обеспечения фронта горючим. А каждый пятый боевой снаряд был собран в Чапаевске. На предприятиях были собраны и первые самолеты стратегической дальней авиации, и первая космическая ракета. Все это великие дела, которые надолго закрепили за Самарой славу города трудовой доблести. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Внимание, переезд! В Самаре прошла акция по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах. Сотрудники РЖД раздавали памятки по правилам дорожного движения, напоминали водителям о безопасности на дорогах. К акции присоединился и Сергей Кизоркин. Андрей Бабков на железнодорожном переезде в Запанском работает полтора года. За это время, говорит, насмотрелся всякого. Самарские водители нетерпеливые. Зачастую они едут на красный свет, объезжая опущенный шлагбаум, в надежде проскочить перед поездом. Нарушают правила в основном на легковых автомобилях. Он подъедет, смотрел ни тут, ни там, и шмаганул. Ну, люди пытаются, номера, конечно, скрывают. Ну, у нас по инструкции мы должны записать номер, передать в дистанцию пути, а там они уже гибут. Шлагбаум на переезде закрывается на разные периоды времени, от пяти минут до одного часа, в зависимости от интенсивности движения поездов. Механизм работает автоматически. Водители считают, что такая система безопасности на железной дороге давно устарела. Нужно идти в ногу со временем. Самый оптимальный вариант во многих городах, причем не такого большого масштаба, как Самара, используются такие вот однополосные реверсивные переезды подземные и шикарно работают. А пока подземных переездов нет, железнодорожники делают все, чтобы наладить безопасное движение. Регулярно проводят профилактические акции с автолюбителями «Внимание! Переезд!». А для любителей острых ощущений планируют смонтировать новую заградительную систему. На этом переезде, этим летом, планируется установить противоторанное устройство. Это будут высовываться трубы железные из дороги, для того, чтобы просто-напросто автомобили не могли заехать на переезд. Из 32 переездов в Самарском регионе, 4 оборудованные шлагбаумом и сигнализацией, столько же оснащены УЗП – устройством заграждения переезда. Остальные только светофорами. Как результат, в феврале на железнодорожных переездах Самарского региона под локомотивы попали два грузовика. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Первый директор знаменитой шоколадной фабрики, герой социалистического труда, почетный гражданин Самары, заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР Елена Васильевна Шпакова празднует юбилей. Ее поздравили родственники, коллеги и первые лица города. Подробнее в следующем сюжете. Благодаря ее труду Самару стали называть шоколадной столицей. Елена Васильевна Шпакова приехала в Куйбышев из Москвы в 50-х годах поднимать старую шоколадную фабрику. Елена Васильевна дала успешный старт кондитерскому предприятию полного цикла. На тот момент подобных в СССР не существовало. Его она возглавляла 22 года. А ведь этого могло и не быть. За право построить фабрику боролись десятки городов. Ульяновск, Новосибирск, Киев и Москва. Победу уже праздновала столица. Но Елена Васильевна все же смогла доказать, что лучший шоколад смогут приготовить только здесь. Предприятие и сегодня выпускает любимое лакомство миллионов потребителей. Все стремятся в Москву, приедут еще, если мало. А я хочу на периферию. Там, где ничего еще нет, может быть, что-нибудь там сумеем создать. Ну вот взяли мы карту, стали смотреть. Вот, значит, вот смотрим. Смоленск у нас, смоленск, река Днепр. А здесь идет Волга. Я говорю, какая Волга, это хорошая река. Это как по-другому нашему Днепру. Значит, ну, вот так поговорили. Я говорю, давайте, посмотрите. У нас, говорит, там есть фабрика в Куйбышеве. Ну, она такая старинная, из царских времен еще. Ну, говорит, давайте. В день юбилея Елены Васильевны ее коллеги поделились воспоминаниями о работе под ее руководством. Такая аккуратная, всегда понятная. Помню, что каждый понедельник она делала обход по фабрике. Брала с собой группу специалистов и шла по цехам. Она знала каждый уголок в цехе. Она знала всю фабрику, она знала людей, она заботилась о людях. Вот такое она мне запомнилась. Это настолько многогранный человек. Это специалист высокого уровня, дегустатор высокого уровня. В неделю раз всегда были дегустации, и она могла определить недоработки, где-то какие-то ошибки. Она, мне кажется, никогда не уставала. По крайней мере, вот сколько мы достаточно близко с ней общались, никогда мы этого не чувствовали, что она устала, что пора сделать паузу, отдых. Ну, вот такая у нас Лена Россия. Елену Васильевну с юбилеем поздравил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, вручил награду «Знак за заслуги перед Самарской областью» и зачитал поздравления от губернатора Дмитрия Азарова. Ваши заслуги – достижения по праву, отмечены многочисленными наградами и признаны на самом высоком уровне. Всю свою жизнь вы посвятили служению Самарской земле. Вручила цветы и поздравила Елену Васильевну Шпакову глава Самары Елена Лапушкина. Елена Васильевна, как приятно стоять в очереди, что вас поздравят. Я вам уже сказала, насколько я вас говорила, насколько я учительный человек. Дай Бог вам здоровья, долгий хрен жизни, будь такой же цветущий рад. Поздравили с юбилеем Елену Васильевну председатель Самарской губернатской думы Геннадий Котельников и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Вы какой-то символ нашего края, нашего региона, нашей Самары. Потому что приехать из Москвы, там, из Подмосковья, закончить Московский институт и приехать сюда и остаться на всю жизнь. И желаю вам здоровья, чтобы у вас все было дома хорошо сейчас, чтобы радоваться, что вы жили долго. Редакция телеканала «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям. Елена Малюцина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачу «Самара ГИС» на нашем сайте, его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова